Господин Брайан, ну вот вы уже эти альбомы подготовили, я уверен, что вы уже дягилевские традиции развиваете, ну и какие-то, я думаю, что вы, наверное, сейчас устали, но какие-то у вас есть эмоции сегодня, после того, как вы закончили это все? Главные мои эмоции сегодня, я хочу по-другому жить, это я помню, вы мне это говорили раньше, но, наверное, ну, наверное, вы думаете о том, что вот без дачи вашего, вы мне сказали, что вы отрежете свою другую, что я сказал? Я это сказал вам? Да нет, я не знаю, что я это делаю, да я уже отрезал это, да, но тем не менее, ну вот, я думаю, наша русская, вот вы, наши русские интересуются вашим отношением к тому, как вы работаете с русскими, вот теперь, сейчас, когда? Ну, видите ли, хорошо отнестись к такой культуре, где деньги – это не вещь, где богатство – это не дело, а где речь идет о другом. Ну, вы можете говорить, можете быстро говорить, потому что я потом буду слушать, и мой, мой, мой этот самый, как его, этот, отчим, он потом быстро переведет. Вот, как я сегодня себя чувствую, я сегодня чувствую так, что мне надоело все это. И вот, видите ли, вот вчера вечером я думал, как бы я хотел, чтобы меня киднеппингом, чтобы меня куда-нибудь украли. Ну, и что, много денег за вас дали бы? Ну, конечно. Нет, просто, чтобы я где-то появился бы, чтобы был человеком нуль, без всякой истории. Ну, как Антониони там, или что-нибудь. Ну, да, примерно такого, примерно так. Ну, я боюсь, что аудитория такого не поймет, видите ли, с вами. И вот то, что сегодня вы думаете, ну и что, они нас спрашивали, вот, как бы это. Потому что я вас в общем понимаю, потому что когда вы, когда, когда-то мы чего-то кончали, то когда-то мы тогда хотели, чтобы вы, что вы там понимали, или... Да не в этом дело, конечно. А дело в том, что... Я все время делаю ту работу, которая мне нравится. Но это не моя работа. А вот... Очень хочется делать ту работу, которую, в принципе, должны делать другие. Они-то делают трудную работу. А самое вот легкое, это закончить. Трудная работа, это создавать концепции в самом начале. И меня от той работы отторгают. Поэтому мне нужно некоторое время взять, чтобы я мог... Вот тут и разница между у вас в России, у вас на Западе и у нас в России. У нас, видите ли, в России, вот такой, как вы или Джордж Мартин, это огромная разница. У нас таких просто нет в России. А вы гораздо более важны, чем у нас. И у вас, вот вы... Да, я понимаю, понимаю. Но, видите ли, на Западе... Видите, на Западе... Тут всегда эффект... Вот в этом-то и капитализм. Богатые становятся богатыми, более богатыми. И успешные становятся еще более успешными. И это эффект... Эффект снежной бабы. И это никакого отношения не имеет к качеству, а только к статусу. Понимаете? Я мог бы на всю свою жизнь... Я бы мог еще делать и пластинки, и пластинки, и зарабатывать бы миллиарды на этом. Но в чем же дело? Но ведь это не дало во мне никакого удовлетворения. И качества не было бы больше от меня. Поэтому я должен вновь и вновь думать об этом. И вот это... Я сейчас живу вот в таком периоде. А я думаю, что, может быть, вы должны вот с такими странными русскими оркестрами, вот, звуки му, там, и так далее. Это вот... Это попытка прыгнуть из капиталистического мира в чему-то новому. Ну, и вот я так думаю, что... Я боюсь даже, что ваша компания, может быть, я не убежден. Есть ли у вас такие возможности, вот, столько денег своих вернуть? Нет, я деньги не верну, конечно. Да мне это... Ну, и не надо. Ну, и не... Но я зарабатываю столько денег на других, на ЮТУ, например. Столько денег оттуда идет. Поэтому то, что я потеряю, я могу вкладывать деньги на другое, и если я их потеряю, то мне, в общем-то, не очень-то меня это не беспокоит. Поэтому дело не в деньгах, а дело в том, что если вот все время работаешь с другими, ну, теряешь тогда связь. Связь. Связь с самим собою. Не знаешь, что ты делаешь. Я, видишь, я знаю, что я делаю, что я лично делаю, но... И мне нравится то, что я делаю с уверенностью, но в музыке... А я вообще не знаю, что я делаю. Сейчас. Именно сейчас. Да мне, в общем-то, мне не важно. Мне не важно, что я не музыкант. Это меня не беспокоит. Но я должен узнать, а что, как происходит. И если я так думаю, что все плохо у меня, я продам свою студию, ну и все, и начну делать что-нибудь другое. И я... вовсе не обязательно, что я должен быть музыкантом. Но мне все равно, что я делаю. Господин Брайан, Вот мы и говорим с вами. Вот для этих специальных... То, что я с английскими продюсерами. Вот я... Они не будут публиковать то, что я делаю. Но у меня есть некоторые вопросы. О специализации в вашем личном отношении, ваше профессиональное отношение относительно вашей работы с русскими. Конкретно сейчас. И с симфоническими, и с другими. Ваши отношения. Что вы думаете о результатах? Потому что мы же новые люди. Вот. И вот как вы думаете? Вот семь, семь, семь. Что это? Что вы говорите? О каком семь вы говорите? Десять, семь, четвертый. Что вы... Ну что ж. В том же, я не знаю. В том же... Там было восемь, тут у Тома Джонса было шесть, а вот у нас семь. А вы-то что думаете о чем-то? Что вы можете, как на критик? Что критик? Как вы, как критик? Что вы можете сказать о русских? Ну а как русских, как нерусских, как о русских, как нерусских? Что вы можете сказать? Я симфоническим могу сказать... Я им даю девять. Михайлову тоже я. А я фантастический, ребята. Они были потрясающие. И я надеялся, что так это и будет. У них была большая дисциплина в качестве, в отношении их работы. Они сфокусировали просто свою работу на всех. А это было совершенно необязательно. На Западе, вы знаете, оркестры на Западе? Вот традиции. Традиции, когда они работают, они должны быть грубые, они арогантные по отношению к... Они хотели бы играть Брандом, Брамса, там или кого-то, или еще кого-то. А не ту глупость, которой вы заставляете их играть. И столько арогантности с западными музыкантами классическими, потому что они борются против чего-то. Они знают абсолютно точно, что они никому не нужны. Понимаете? А в России такого нет. Я чувствую, в России такие оркестры, они еще гордятся собой. Да-да, да, я согласен. И я еще только чувствую, что это музыканты. Они, вот у них нет... Вот эти, эти музыканты. Они очень, они очень чувствовали, что они делали. Они очень серьезно, они серьезно работали. И никто, никто из них там ни там дурака не валяли. А в Англии, если 45 музыкантов, например, в студии. И вот, может быть, уверены, что 30 их них придут и будут читать газеты. А потом еще двое. Они пишут письма. Или там принесут с собой пиво. И вот такое чувство, что... Да никого это не волнует. Пошло это все. Я не знаю, это никого не волнует. А... И вот иностранцы, иностранцы... А они по-другому, что ли? А вот как вот вы думаете? Да нет, я не знаю, не знаю, не знаю. Я не... Ну, Михайлов или оркестр... Они, понятнее мере, что, кто мы такие. Может быть, они знают, что на Западе у нас такая репутация. Ну, для себя, наверное, они не знали точно. И они что? Они что? Они заинтересованы были в вашей музыке, что ли? Ну, они играли. Они играли как заинтересованные люди. Они здорово играли. И Михайлов. Михайлов, он особенно... Он главный был. Он главный связующий был. Как его зовут-то? А, Александр Михайлов. Он брал очень... Он серьезно очень к этой музыке относился. Очень работал с музыкой. Вот. И Джон Кейл, он под большим впечатлением был. Он говорит, что ни с кем я еще не работал так хорошо, как Михайлов работал с этим. А вы, вы помните, вы помните какие-нибудь великие произведения с какими-нибудь там музыкантами, которые бы так же... Раньше, с которыми вы бы так хорошо относились и вообще к которому... Да, это надо подумать. Ну, это небольшие оркестры, маленькие. Ну, кто же еще? Черт его знает. Да не могу даже... Ты даже... Ты даже не... Не могу даже вспомнить, какие еще оркестры были такого рода. Я даже не помню. А вы что, помните, что ли? Да и я тоже не помню. Да. Ну, я не знаю. И вы не знаете. Да, это интересно, в общем-то. Ну, и вы не помните, и я не помню. Да, хард-рок, может быть, там. Я не знаю, там. Да нет, я думаю, что самые интересные, может быть... Да, может быть, наверное, Джон Кейл, конечно. Вроде как это старые эти самые альбомы Джона Абико. Но это не те. Это какие-то вроде классики, то ли не классики. Я не знаю, что это такое. Может быть, они самые интересные будут. Оркестрация была. Ну, вроде как и рок-мюзыка. Ну, и мне так радостно было, что вот Кейл будет сейчас, вот это... Кейл тогда, это сейчас. Я не знаю. Ну, там, наверное, за тот оркестр можно было бы... Самые высокие... Знаете, первый раз, когда я был в России, в Москве, я был первый раз... Я тогда слушал всякие плёнки роковых групп. Я думал, что это очень интересно. Один раз я радио включил, и что вы думаете? Там был русский оркестр. И вот это потрясающе. Это единственное, что я услышал и что меня заинтересовало. Меня заинтересовало. Я потом... Я... Я... А других... Другие слушал. А тут я вдруг слушаю и по радио. Так это же намного лучше. А этих я слушаю. Зачем они нужны? Как они... Как они совсем другие? Уникален был тот оркестр, который я слышал по радио. Вот что интересно. И вот это именно сфокусирование на это. Именно как они играли на инструментах. Например, те самые, те, которые играли. Вот, скажем, на... Вот этот самый играет на... На скрипке, на айсе. На скрипке, например. Совершенно иначе играют на Западе, нежели играют вот в России. Поразительно. Совершенно по-другому. Совершенно другой жесткий звук. Мы не умеем так играть. Какое-то импрессионистское такое, понимаете, умение играть. Но вот видите, когда я включил вдруг этот самый приемник, это русский оркестр, я понять не имею, кто это был. Но я подумал, что я лучшего, я еще не слышал в своей жизни. После этого я все время включал радио, чтобы слушать, слушать и слушать русские оркестры. И еще. Их очень легко было записывать, потому что оркестр так хорошо был сбалансирован внутренне. И это очень... Тоже касается Михайлову. Михайлов тоже сказал, что надо еще больше таких же щитовых инструментов, и все будет нормальной композицией всего оркестра. Она тоже говорила об этом. И оказалось, что это был замечательно сбалансированный оркестр, и поэтому очень легко было записывать. А вот теперь у меня простой вопрос к вам. Вот теперь. Вот вы мне сказали столько комплиментов о нашем оркестре, о нашем оркестре, а теперь такие большие музыканты. И вот теперь первые слова у вас, Барайан, и так далее. Вот русские оркестры для своих собственных композиций, его идей, и так далее. Что вы там, я не знаю, предпочитаете, и тому подобное. Вот непрофессиональный, профессиональный. Вот звук ему. Мы же вот такие вот профессиональные, непрофессиональные, вот такие. Я думаю, что мы можем, не можем. Мы, наверное, на самом низком уровне из всех музыкантов, с которыми вы работали. Нет-нет-нет, это неправда. Нет-нет-нет, у меня было намного хуже, ребята, чем вы. Но вы же профессионал по звуку. Я же говорю не о певцах. Может быть, Паша, он лучше, хуже, но он играет всю жизнь на этом самом, на рояле. Да, ну, понимаете, ну, что вы говорите, и то, что я говорю. Я действительно делаю много пластинок. Я сам играл на инструментах гораздо проще, чем кто бы то ни было, кто играет на ваших, у вас, в оркестре. Но я еще играю на самых простых. Например, ну, вот я делал вот этот самый, вот, вот, ну, в Нью-Йорке я делал четыре оркестра, которые, в общем-то, не музыканты просто были. Это ужасно. Это меня не пугало. Это мне, это, это, ну, и подумаешь, ну, мало ли, музыканты приходят, и у них никаких музыкантов нет, они вообще не понимают, что такое играть на мэре. Вот вчера я, Country Club Tape, я вчера смотрел, я, в общем, не, не, она говорит, что, ну, это же замечательно, что они делают. Вы видели что, видео, что ли? Ну, да, видео, видео, конечно. Я говорю, что интересно в Саше, что у Саши талант, он точно идет по тому, что... Я не понимаю. Да, ну, Ваш, нет, Ваше, Ваше умение, оно точно налагается на то, что ту часть, что Вы делаете, это и есть то, что делает хороший музыкант. Плохой музыкант, он пытается, но ему не удается. Он пытается какую-то вещь сыграть, а он не может ее сыграть. Поэтому, поэтому важно, важно, чтобы играл тот музыкант ту вещь, которую он может сыграть. Это очень скучно, может быть, но это правда. И поэтому баланс должен быть правильный. Баланс между музыкой и умением. Это не важно, где это. Это может быть там, или может быть здесь, или здесь. Но главное, что это всегда интересно, когда я вижу, что этот баланс правильный. Да, но какой, где-то, почему Вы где-то какой-то первый сделали, почему Вы ни с какой-то симфонией стали играть, а звук ему? Вы же мне сказали, что Вам понравилось чего-то совсем другое, наша классика. Да потому что я понятия не имел, что с Вами делать. Да у меня других оркестров я просто не слышал. Я и Вас не слышал. Я ничего вообще не слышал. Я не знал, что вообще мне делать. Я ничего не слышал, что мне что-нибудь понравилось. Но еще, но еще, видите ли, я работал с оркестром. Работать с оркестром, это работать с языком, с каким-то языком, который я должен знать. Это не то, чтобы в студии сидеть и вообще ничего не знать. Надо знать, как с ними работать, как с ними работать, как с ними разговаривать, как с ними общаться музыкально. У меня был проект, уже давно был проект. Но он еще не материализовался. Это проект, что где-то вот с оркестром поработать. Если я еще подумаю об этом, то я обязательно запишу это в России. Я убежден, что я это сделаю. Я даже не представляю себе, чтобы я это сделал с английским. Почему? Вот Вы говорите, Вы говорите. Почему тревожное слово? Это очень важно. Почему Вы так хотите? Почему? Какой-то результат там будет. Что? Новая пластинка будет. У нас большая разница. И балансировки никакой нет между симфонической музыкой и совместной. Они такие проекты, как вот Вы говорите, сейчас. Это огромная попытка на этом уровне и непонятная. Видите ли, я думаю, с самого начала, я думаю, что главный шаг вперед – это где-то соединить вот это. Это огромное. Я думаю, что в России, наверное, по-другому. И по радио. И я думаю, что это вот, вся эта деньги, а деньги же идут от правительства, это очень важно. Когда Вы здесь, да, да ёб твою мать, да нет у нас здесь ничего. А я думаю, что, наверное, там, там, наверное, наверное, там можно будет поработать на эту тему. Ну, Вы вот говорите о демократизации общества. Ну, и что? А Вы вот что? Плохие отношения между рок-музыкантами и там другие... Вы до чего думаете, что будет какое-то изменение, и, наверное, что-то будет полезно? У меня есть чего-то ещё другие вопросы. Диды, вообще, у Вас были, Вы надеялись насчёт того, чтобы, ну, вот, звук ему, там, когда они в Англию... Что, и как Вы думали, получится это перед этими английскими аудиториями? Они что, будут слушать вообще? Там мне очень меня интересовали то, как относилось в... Относилось в... Я видел видео концерта. Это... Я был удивлён аудиторией. Лондонские аудитории, это такие аудитории, которые, знаете, это несложно. Ну, так они говорят так, а ну-ка, давай, давай, покажи мне, покажи нам, покажи нам, да. Ну, и что нового Вы там покажете? Вот. А если ничего, так пошли Вы. Есть традиции, надо очень сложно работать, очень сложно. Видите? Это, знаете-ка, это как в концерте в Сибири всё равно. Да-да-да, они очень рады, что Вы приехали, они хотят, чтобы Вы приехали. Они рады были Вам помочь. Мы боялись лингвистического барьера. Вот. Что они нас не поймут. А вот что Вы можете сказать по этому поводу? Да, Вы правы. Видите ли, я думаю, что проблема вот с языком, она будет в Америке. В Европе легче сейчас. Латиноамериканская, турецкая музыка. Неважно, в Европе готовы слушать на других языках музыку. А... И стало быть, люди готовы разделять, как они слушают слова и музыку. В Америке они до этого не дошли. Ну что ж, мы в июле выясним. Да-да-да, я... Ну, там будет хорошая реакция у Вас. Но проблема наверняка будет. Аудитория захочет узнать, о чем Вы поете. Мы возьмем слайды. Что-нибудь особое, специальное. Что-нибудь русское мы возьмем с собой. Ну и хорошая идея. Теперь вторая часть этого вопроса. Что Вы думаете об этом? Да не знаю я о реакции на концертах. Я знаю то, что было до концертов. Ну и что же... Понимаете, это опять эффект снежной бабы. Вот это основа капитализма, успеха. Успех создает успех. Что получается с Вами? Вам очень повезло во многом. Некоторые люди... Маленькие... Понимаете, маленькие английские оркестры, они бы убили за это. Вот. То, что... Понимаете, то, что... Пойти на радио, на телевидение... Вот же где снежная баба и эффект. Если оркестр хорош, это прекрасно. Если оркестр плохой, это может убить весь оркестр. Потому что огромная волна паблисити. И люди думают, что их просто оскорбляют. Их обманывают. Понимаете? Ну и это иногда так получается, что люди думают... Да, черт возьми, да... Пошли они к чертовой матери. Это скучно какое-то. Нас обманули. С Вами, наверное, это не произойдет. Я не думаю. Потому что... Ну, существо музыки уже достаточно серьезное, чтобы себя поддержать. Некоторые скажут, ну, мне это не нравится, это мне скучно. Но другие скажут, ну, достаточно людей, которые будут защищать эту музыку. И это пройдет через весь этот период. Как Вы думаете, а вот английская аудитория, они поняли концепцию, концепцию звуков му? Ну, я думаю, что, в общем-то, да. Ну, и, наверное, это довольно правильно понято английской аудитории. Тут речь идет об исторических идеях. Это, наверное, идет к традициям наших, историческим традициям. Не знаю, сколько людей точно смогли бы понять революционное искусство и вас. Ну, это же, ну, нужно думать о героическом представлении, о коммунизме, там, ну, много... А кто это сказал, что в Англии сказал, что это блистательный выбор? Вот здесь именно, потому что в России у нас было при... Мы думали, что у нас нет, не было никаких концепций, никаких, там, психиатрическая музыка, другая музыка. Мы ничего не понимали вообще, что у нас было. И только мы могли понимать, что вместе что-то, мы чего-то могли куда-то сделать. Саша, прекрасно говоришь по-английски. Никому не понимать. Вот эти когда-то, когда-то были где-то, 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 да. Да, вот воистину были эти самые пленки, такие пленки, такие пленки, всякие пленки. Да, говорит Саша. И мы думали, что это будет интересно, или те будут интересны, или эти будут... Да, говорит Саша. Очень типичные, очень типичные оркестры. Они кул, культурные. И мы что? И на улице... Я заметил, что когда я хотел кому-нибудь показать, что было бы интересно из русской рок-музыки, я играл звуки му и вот других. И вот когда я Эдж пошел смотреть, я им, я им проиграл вот это. Или Space Bridge. Я вот это играл тоже, это им. Вот. И вот всем. Я думал, что звук ему это самое интересное. Я думал, что вот они как раз менее похожи на что-либо другое. Борис Гребенщиков, например. Вот он, вот его история, вот его, вот что он делал. Я, он мне очень нравится, он замечательный человек. Но с нашей точки зрения, это то, что мы уже давно видели. Мы не понимаем этого уже. Я думаю, что сила его музыки, она сводится к звукам, к его, вот, к тому, что он поет. Вот. Но это другая эра. Это не значит, что это плохо, хорошо. Просто это нас не удивляет. Но я думаю, что он надеется, что он будет переводить свои сейчас слова по-английски. Будет она... Я бы очень хотел, чтобы он это сделал. Я ему желаю огромного успеха, потому что он замечательный человек. И пусть он поет на английском языке. Видите ли, поэзия, это умение всего переводимые слова. И вот, например, то, что вы делаете, это вообще невозможно переводить. Поэтому пусть он немножко... Нужно чуть-чуть. Должен быть конструктивизм, супрематизм в этом восприятии музыки и идей. И об этом мы должны думать, если мы говорим о кабаре. Вообще об исполнительском искусстве. Что-то в этом роде. Вот. Что-то должно быть. Если даже вы об этом ничего не понимаете, это все равно должно проигрывать. Вы все равно... Все равно должны... Мы должны видеть, что в оркестре... Вы что-то хорошо продуманы, что-то хорошо видится. Да-да-да. Ну, хорошо, последний вопрос. Что вы думаете о коммерческой стороне вашего эксперимента? Что еще вы можете думать об этом? А я не знаю. Я просто не знаю. Ну, я думаю, что, может быть, деньги-то мы заработаем, хотя бы не потеряем. Ну, не сразу, правда. Я всегда думаю, что... Я ведь думаю, понимаете ли, о том, что... Я сажаю семена. Некоторые не всходят. Понимаете, какая вещь? Но, в любом случае, семена в земле, и потом они не всходят, и иногда они всходят, но очень не скоро, и не так, как я хотел. Было у меня такое... В 75-м году одна пластинка вышла, и она вдруг вышла, и она стала успешной, а я этого не ожидал. Вот одна, вот кусочек музыки на одной из моих записей, вдруг кусочек пошла на телевидение. Это самое короткое был кусочек музыки, и этот кусочек музыки вошел в одну телевизионную программу, и я заработал на этом кусочке музыки, заработал столько, что не мог бы заработать за всю запись вместе взятую. Вот какая вещь. Да, видимо, это на Западе очень вот так получается, правда. Вот я понимаю, что после такого, что вы вот говорите, все действительно в России совсем было бы по-другому много-много лет. Да и вот и сейчас очень красиво, да и в России до сих пор и впредь, и затем, и потом было бы прекрасно. Это вот качество, и русские, они часто под этим настроением. Трагическим? Трагическим, да. И вот мы с Артемом сегодня поговорим об этом, об этом и об Алшлачеве, в частности. Вот трагедия, где... Да, он покончил с собой, да, к сожалению, так получилось, потому что он... Он был преисполнен боли, боли по поводу русской истории, да и других. Видите ли, он был более заинтересован этим, чем даже искусством. Видите ли, я говорил уже, что одна из огромных проблем в том, что русские думают обо многом. А другая сторона этой проблемы в том, что американцы думают, что они... Думают, что они всегда будут всё понимать. Они считают, что звезда именно для них светит. Они всё время, американцы, думают, что они... Это ведь, вы знаете, это одна сторона той же монеты. У русских всегда думают о своей трагической истории. Вот это и русская мысль, русская дума. Всё трагично. Ну да, вы правы, наверное, потому что это часть европейской традиции. Вновь начинать, вновь начать, вновь снова вперёд пойти. В России что-то есть другого. И давно уже в России они ничего не делают, но они молятся за это. А теперь... Да, и последний вопрос. Я вам задаю последний вопрос. Вот, может быть, ваши первые эксперименты с русскими... Может быть, это вообще бесполезно, вообще, дальше с русскими дело иметь. Скажите мне, каковы у вас планы с русскими? Какие-нибудь есть у вас идеи дальше? Хотите вы работать с русскими и с симфонистами, и с другими? Или, может быть, другие у вас идеи? Видите, я думаю... Видите, у меня есть две идеи. Я хочу одну вещь сделать, а другую, может быть, не будут. То, что я буду делать, может быть, это иметь какой-то типа выставки, что ли, в России. Видео, вы видите? Ну, visual или video? Visual, video, 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 video. Не просто другую выставку какую-то, но, видите, войти в какой-то вот... Вот в этот... поговорить о том, что происходит в России. Я думаю, что состояние художников России сейчас крайне интересно. В России, в Москве сейчас самый интересный период. Нам он много более интересный, чем где бы то ни было в Европе. Я бы хотел заняться этим, буквально войти в это и подумать об этом. Саша, то, что вы говорите, нам почти что непонятно. Ну, еще у меня вот интерес, вопрос, если вы чем-то интересуете. Реакция ваших критиков на выставку была очень плохой, вот всякие статьи, очень агрессивные по поводу этих... По поводу выставки. Я ничего этого не читал, непонятными, о чем вы говорите. Ну, какие-то там работы, что они не самые плохие или нехорошие, потому что они якобы там не... А я-то лично думаю, что это самые... Что это такое у вас вообще? Какое-то... Какое-то... что это? Злость английских журналистов. Я не понимаю этого. Ой, я тоже не понимаю. Но это все, это касается вот этого реактивного отношения английских журналистов, которое пришло в качестве одной волны, с одной стороны, это состояло в интересе к русской культуре. И вот вы тоже к этому отношению имеете. И вот видите, в чем дело. Они, что масса народа была, которые специально... Да нет, меня не обманешь. Я против этого буду выступать. И, по-моему, они просто не смогли честно реагировать. У меня просто не было времени. Я быстро-быстро пробежал по этой выставке. Я ничего не понял. Но я думаю, что это надо... Но мы и в России-то никогда не видели такую выставку. Мы думаем, что это очень интересная выставка. Да, да, да. Там были такие фамилии, о которых я вообще первый раз я их слышу. Я думаю, что вот это открытие этой выставки, 5, там, 4-5 месяцев тому назад, это очень... Вот в галерее, где это... Вот один человек, который очень был влиятельный. Мы только что пошли на открытие этой выставки. Вот. И он ко мне подошел и вот сказал... Шутов, не Шутов. Кто Шутов или не Шутов? Я не помню, кто это был. Да, много шутовских картин в Москве. А где вы чего видели? Шилов, Шутов. Ну, в общем, типа того, да. Я не помню эти... Ну, а внимания было много. Министр искусства открывал эту выставку. Вот. Да, вот. И мы не знаем даже. После этого... Я вот говорил с этим владельцем галереи. Он говорит... Ну, слушай, Брайан... Ну, вообще-то... Черт, тебе что? У них 60 лет, у них вообще ничего вообще не происходило. Сейчас вдруг что-то происходит. Что, мы должны вообще все это смотреть, что ли? Может быть, они и нас нагнали. Но невозможно, чтобы они нас нагнали. Чепуха какая-то. А я им сказал... Ну, я не знаю вообще, что у них там происходит, но... Но, по крайней мере, я понимал, что... Из того, что он говорит, что, наверное, какая-то реакция последует. Опять это... Эффект снежной бабы. Вот еще куча народа. Они придут и захохотят эту самую снежную бабу этими самыми разбить на части. Видите? Если вы будете больше играть на Западе, у вас больше будет и эффекта. В следующий раз, когда вы приедете, люди начнут вас просто разрубать на части. Критика. Вот радиоинтервью вы там делали какое-то вот насчет чего-то. Вот. И я подумал, что вы чего-то сказали относительно молодых аудиторий, что они вот первые, которые что-то будут, чего-то сделать. А вот если Америка... Да, в Америке будет плохо. У вас здесь будут, в Англии... Англичане... Саша, вот то, что говорит эта женщина, понять невозможно. Да, именно так, что они думают, что там найдут, вас не найдут, здесь найдут, там найдут. Вот. Знаете? Чего-то куда-то. Реакция на то, на это и туда. Потому что весь это, вся это культурное дело. В Англии, например, в Англии. Люди где-то думают, где они, куда они, кому они принадлежат в обществе. Поэтому звук ему, когда приехали, для некоторых, вот вы куда-то кому-то принадлежали. Это самое было кул. Вот. Всякие дела есть. Кул есть. Пикси – это кул. Некоторым образом, это не очень-то касается качества музыки. Музыка должна быть кое-чем. Но... Но целый есть ряд возможностей думать о том, какая, какое качество. Если это кул, англичане будут слушать. А в Англии люди, они очень чувствуют кул. Они очень чувствуют это. Если вы идете в Лондоне, если лондонцы ведут надеты, одеты в том, что именно сегодня кул, а на следующей неделе они будут уже в другом надеты. И вот в этом дело есть. В этом дело. Они уже не будут слушать вас на следующей неделе так, как они слушали сегодня. Поэтому очень... Вот были эти самые русские художники неделю назад, а через две недели уже нет. И уже это не будет кул. Поэтому, когда вы говорите о барбикан, то это вчера да, а сегодня нет. И завтра тоже нет. Поэтому можно опоздать. Вы знаете это слово? Фиккл, фиккл. Это значит, что сердце красавицы сегодня переменчиво. Вот переменчивость. Надо об этом думать. О переменчивости надо думать все время в Англии. Вот и это многое касается. И последний у меня вопрос. Может ли наша группа иметь надежды, что второй раз мы можем ли мы иметь таким же великим продюсером, вот как вы, второй раз? Да, я вам скажу, чем я интересуюсь. Я хочу что-нибудь сделать радикальное. Вы говорили о чем-то что. Я все время думаю, когда я что-нибудь закончу, боже, зачем? Надо было совсем другое делать. В следующий раз надо было делать что-нибудь другое. Поэтому я думаю, что, мол, в следующий раз надо делать именно что-то другое. Вот, например, вот Петр вчера говорил, он хочет что-то экспериментировать с какими-то машинами там. Да нет, это он для домашних каких-то дел хочет. Нет, нет, я его понял так, что он хочет на сцене чем-то заниматься, что-то делать. А почему же действительно не испробовать все, что угодно? Самое лучшее у меня, вы знаете, вот третий был альбом, который я записал, так называемый Underground. Я, 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 какой, Underground, помните я, это, это вышло, это, это, ну, какие-то удивительные. Были пластинки тогда. И вот самое третье, тихая, в общем, красивая пластинка, темная, если хотите. И вот, понимаете, и очень странная была. Она до сих пор продается, вы понимаете, она удивительная пластинка. И нет конца жизни этой пластинки. И вот до сих пор люди думают, это фантастическая пластинка. Как будто она вот неделей назад вышла. И вот то, что Петя говорит, что и двух, две бас-гитары там и так далее, что, то, что Петя, Петя вот, предлагает, это что, это что? И вот саксофон там, и так далее. Ну и что? Ну что, кто-то, Леша, может играть, кто-то не может играть. Вот он сейчас один и начинает учиться играть на саксофон. Видите, вам надо о некоторых вещах думать. Я ведь не говорю, что вы должны делать это или то. Ну, как аутсайдер, когда я смотрю на вашу группу. Я вижу некоторые области, которые сильные, и другие, о которых вы просто не говорили. Это о каких? Да о пении. Ну, видите ли, пение самая слабая часть любого русского рока. Вот Саша Башлачев, например. Он пел прекрасно. Вы понимаете? Вот. Это было настроение русских. Но мы прекратили. Мы перестали. Мы уже не умеем петь. У него были очень хорошие слова. Да, да, да. Ну, видите ли, это удивительная область, которую можно было бы дальше развивать. Я знаю, что еще другие области, в которых можно... Это не значит, что Петр должен менять то, что он делает. Я понимаю, что он сейчас больше поет, чем раньше пел. В некоторых своих вещах. Он должен подумать об этом аспекте его... Слова это одно, умение представить другое. Дело не в том, чтобы надо говорить, а дело в том, что надо петь. И надо подумать о том, что такое петь. Поэтому надо думать. Голос вверх, голос вниз. Это так же важно, как использование одного слова или другого слова. Он много думает о том, чтобы... О выборе слов. А вы имеете в виду не о звуке этих слов. Совершенно верно. Это не критика. Но он должен по-разному слова эти преподносить музыкально. Вся территория. Вся... Да, он должен думать об этом. И вот в лондонском концерте, который я сам наблюдал, для меня очень интересно было то, что больше поют другие участники оркестра, чем он. Это очень интересно. Может быть, Пётр пусть остаётся, как он есть. А мелодическое пение может быть переложить на других певцов. Может быть, главный певец. Может быть, он будет каким-то разговорником. А хор за ним. Может быть, хор будет лучше или больше. На фоне что-то подавать, чтобы как-то фоном на его... А вторая область это... Я думаю, надо подумать о всём звуке этого оркестра, этой группы. Я думаю, что вы хорошо играете. Я не думаю, что это был бы слабый момент. Но это надо развивать дальше. Вот я вчера по видео смотрел одну из ваших песен. Мне очень нравится она. Странный ритм такой. Я подумал, очень было бы интересно, если бы вы играли на верхнем уровне бас, а Паша бы играл главный бас-линию, и, может быть, совсем другая текстура пошла бы, и ничего не потерялось бы из самой музыки, но что-то было бы новое. Первое прошло бы, потом второе пошло бы, и я думаю, что Лёша больше всего прогрессирует в этом направлении. Я всё время думаю об этом. Какие? Смолбоксис, вот когда мы поём какие-то вот эти вот всё. Вы об этом, что ли? Да, я думаю, что он хорошо очень играет. Я думаю, что его гитарная партия очень хорошо подходит под разные моменты. Вот особенно, когда он вот это делает, вот то, что я вот изображаю. Вот эта маленькая штучка, это он здорово придумал. Конечно, я говорю о том, что я говорю с позиции человека, который не понимает совершенно слов. Вы-то понимаете слова, я не понимаю слова. Поэтому, понимаете, вот в этой песне, это, конечно, для меня это важно, что я не понимаю, а вы понимаете. Поэтому я говорю то, что я говорю. Так что дело не в словах, а дело в музыке, в подаче и мелодическое содержание. Именно от этого зависит, как Пётр поёт. Поэтому я слежу за ритмом, это крайне важно. Текстура и звук, конечно, как таковой. Поэтому, мне кажется, Лёша в этом деле здорово очень работает. Я бы сказал, что каждый должен посмотреть на каждую часть и делать вид, что, может быть, кто-то другой написал эту музыку, а что каждый, что ли, как бы отдельно. И потом подумайте, что важно в каждом данном, вот в том, что в бас-гитаре, в других, во всех аранжировках. Подумаем, что же важно здесь. Может быть, Паша скажет, может быть, Паша прекрасно играет на главном ритм-инструменте, а он никогда этого не делает. А может быть, наоборот, Пашу поставить на главном ритм-инструменте? Это было бы очень оригинально. А Лёше сказать, а пусть Лёша подумает, что... А вот как это, Лёше, можно сделать так, чтобы ты со своей партией сделал так, чтобы именно эта песня сделала главной, была главной. И в этом смысле моя роль должна быть гораздо более важной, потому что я ведь должен быть, наверное, классическим бас-гитарой. Ну да, ну это значит, что вы должны, в общем-то, что роли надо поменять, вообще поменять. Все оркестры, все группы начинают с того, что они чётко... В общем-то, все белые группы, они думают, что... Они знают, что каждый делает одно. Один бит, этот самый... Всё делает всё. У них чёткие совершенно кейборды и так далее. Все делают всё очень чётко. Это белые... Вот, гитара делает ритм, соло, там, и так далее А вот посмотрите вот на чёрные группы У них совершенно по-другому всё делается У них совсем не так Например, Бог Хэнн, например, или Принц У них совершенно другой Они, главный ритм держатся бас-гитарой И так далее А ритм гитара, он дублирует голос на ритм гитаре Певец поёт на ритме И совершенно Поэтому именно в чёрной музыке Совершенно всё Я считаю, что это Я называю это компрессией какой-то Вот На Западе ритм, бас и так далее А в чёрной музыке совершенно Там совсем по-другому идёт Это характерно для африканской Для африканской, для чёрной, для негритянской музыки Но именно это и нравится Всем людям в чёрно-африканской музыке Именно так мы думаем о системах каких-то сейчас Идея может быть старая Но Что касается базировки Вы-то старомодные Поэтому вы играете по-старому Но вы кое-что можете Да, у нас резервов много Сказал Саша Ну здоров, Саша, со своими резервами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!